Сегодня на библейском портале Экзегет мы вспоминаем события Великой Субботы. Христос, когда в пятницу он умирает на кресте, с поспешностью немногие его ученики, Иосиф Аримафейский, Никодим и некоторые другие, с Девой Марией, Иоанном Богословом, они кладут его тело во гроб. В самом библейском понимании смерть – это отделение души, человеческой души от человеческого тела. А так как во Христе мы исповедуем истинное божество и истинное человечество, то возникает вопрос. Когда Христос умирает, божество его остается с его душою, которая сходит в ад, или же с его телом? И отвечая на этот вопрос, Иоанн Дамаскин учит, что божество не отделилось ни от тела Христа, которое находилось во гробе, ни от души Христа, который он сходит в преисподние земли. Ибо во Христе божественное и человеческое халкидонским определением неразлучно, нераздельно и неизменно. О сошистве Христа в ад мы читаем в послании к Ефесянам, 4 глава, 9 стих, где сказано «А вошел, что означает как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли». И действительно, Христос, как и учат древние символы веры, душею сходил в ад, чтобы облистать ад сиянием божества, так как само божество не отделилось ни от его человеческой души, ни от его человеческого тела. «Телом Христос в субботу, как господин субботы, пребывает в покое». То есть тело его пребывает в исполнении заповеди, что шесть дней надо делать обычные дела свои, а седьмой – Господу Богу. Но душею он сходит в ад для того, чтобы вывести оттуда души ветхозаветных праведников. Это те люди, которые умерли с надеждой на то, что Христос явится за их блаженными душами и выведет их из этого печального места. Причем в этом вопросе древние отцы разнятся. Восточным отцам более свойственно говорить о том, что Христос сокрушил врата ада, разрушил верие древние, уничтожил механизмы, которые удерживали людей в ааде, и ад опустел. В западной святоотеческой традиции подчеркнуто говорится о том, что он пришел к ветхозаветным праведным, которые умерли в ожидании его схождения в ад. Христа в ааде предваряет его предтеча, Иоанн Креститель, который рождается раньше Христа, умирает мученической смертью раньше Христа, и раньше Христа душею сходит в аад, и как в одни своей земной жизни он был предтечей Христа и проповедовал его пришествие, его явление народу, так и в ааде. Иоанн Креститель проповедует, что вскоре сюда придет Христос Спаситель. Какие были основные причины схождения Христа в ад? Во-первых, он пришел на эту землю, чтобы понести на себе самом и в себе самом наказание за наши грехи и преступления. Как сказано у пророка Исаии, 53 глава, 4 стих, он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А так как за грех человеку надлежало душею сходить в аад, Христос сходит в аад. И эта причина связана с тем, что он не просто взял на себя грехи, он взял на себя грехи всего мира, то есть всех людей, которые жили, начиная от первого человека, Адама, и до последнего человека, который родится в эту жизнь, будет грешить, и его грехи Христос взял на себя. Если бы Христос не был бы Богом, он не смог бы взять на себя грехи всего мира. Именно божество Христа Иисуса сообщило его жертве универсальную способность, возможность, так как божество не ограничено ни временем, ни пространством, он взял на себя грехи даже тех людей, которые еще не родились в этот мир, родятся и будут грешить. То есть он совершает как бы полноту нашего избавления от власти греха, от власти дьявола и от страха смерти. И у пророка Осия, 13 глава, 14 стих, мы находим слова «Смерть, я буду Твоею смертью, ад, я буду Твоим жалом». Это один из древних возможных переводов этого стиха. То есть действительно Христос смертью смерть попрал. Другая причина необходимости его схождения в ад заключается в том, что он должен был низвергнуть власть дьявола, который заключил людей в преисподней. Ведь Пасха в ее Ветхозаветном измерении это когда Моисей выводит еврейский народ из египетского рабства, спасает от власти фараона. Христос выводит из ада уже не только еврейский народ и все другие народы, где жили люди, имевшие в себе надежду на избавление в нем и с ним. И у пророка Захария 9 глава 11 стих мы находим слова «Ради крови завета твоего я освобожу узников твоих из рва». А в послании Колоссянам 2.15 сказано «Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору». То есть Христос как победитель ада и дьявола, победитель греха и страха смерти, сокрушает власть ада и освобождает людей, народы от этого порабощения. В-третьих, он действительно сломал все эти механизмы, которые удерживали людей, как сказано в Псалом 23-7 стих «Поднимите врата верхи ваши». И Блаженный Августин пишет «Если бы святые писания сообщали, что Христос пришел на луна Авраамова и при этом не упоминали об Аде и его скорбях, то не думаю, чтобы кто-либо осмелился утверждать, что он сходил в ад. Но поскольку они, Писания, со всей очевидностью свидетельствуют об Аде и его скорбях, то нет никакой причины сомневаться в том, что Христос сходил туда ради избавления людей от этих скорбей. Но была и другая причина, почему Христос сходит в ад. Эта причина связана с тем, что люди на протяжении своего существования испытывают страх перед грядущей смертью. Во дни Иисуса Христа было известно из речения «Человек рождается для смерти, а умирает для жизни». И Христос умирает и потом Он сходит душею в ад, спасает души, находящиеся там, а потом Он воскреснет из мертвых для того, чтобы прекратить страх смерти в наших сердцах и в наших душах. Внешне Христос лежит сей день во гробе. Божеством Он с разбойником в раю, божеством Он с собственным телом блаженным, о котором сказано, что в Нем полнота Божества телесна, божеством Он и со своей человеческой душою, которая огласила преисподнюю ада благовестием Святого Евангелия. А так как о Христе сказано, что Он всегда и вовеки тот же, это значит, что Христос усилен и ныне сойти в ад Твоей и моей души и облистать Его сиянием Божества. Христос, который смертью Своею смерть попрал, Он даровал нам жизнь. И не просто жизнь, а, как сказано в Евангелиях, Он принес нам жизнь и жизнь с избытком. Жизнь с избытком – это не та куция жизнь, которую нам обещают атеисты, безбожники. Живешь 50-60 лет, потом умрешь, вырастет лопух на могиле и будь доволен. Жизнь с избытком – это жизнь во Христе и со Христом, которая, начавшись в этой нашей теперешней жизни, уже не прекратится никогда. То есть, как я часто люблю говорить, братья и сестры, мы кто-то и что-то во Христе, и мы никто и ничто вне Христа. Христос – победитель смерти, Христос – победитель ада, Он смертью, смерть поправший в этот день, как господин субботы, телом пребывал в покое. Душею благовествовал Евангелие, в божестве радовался с разбойником в раю. Христос сам сказал, что, как Иона был в очреве кита три дня и три ночи, так и Сын человеческий будет в очреве Земли три дня и три ночи. Мы неоднократно касались этого вопроса, но давайте вспомним. Первая ночь – это когда Христос умирает на кресте и наступает тьма в течение нескольких часов. Это первая сверхъестественная ночь. Вторая ночь – это с пятницы на субботу и третья ночь – субботы под воскресенье, когда в ночи Он воскрес. Первый день – это пятница, второй день – это суббота, третий день – это когда Его тело воскресло, был был такой выброс света неизреченный, что от величия этого света – это сверхъестественный день – воины побросали оружие свои и разбежались. Но днесь Христос во гробе. Поспешим приложиться к Его плащанице, ибо смерть Его есть начало жизни для нас, преодоление греха, преодоление власти дьявола и преодоление страха смерти. Смерть Его, как и Его воскресение, это залог нашего вечного спасения во Христе и со Христом. Продолжение следует...